всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот очередное видео из серии семья любовь детям и родителям родители и дети отцы и сыны матери и дочери и дочери сегодня с вами будем об этом говорить ролик называется взращивание воспитания детей в истине о вечности свободе и любви и так я сделал страничку на своем сайте авторском христианском сайте под названием семья любовь детям и родителям и у нас с вами сегодня шестой пункт еще раз это воспитание детей мы с вами поговорим я поговорю вы послушаете в комментариях можете написать все что вы думаете я вам буду зачитывать то что я написал на страничке своего сайта и в свободе слова кое-что дополнять и комментировать так как бытие видимо и невидимо то и любовь родителей проявляемым детям разделим соответственно на взращивание забота временном теле и воспитание попечения бессмертной душе то есть по сути на два больших разделов конечно же я вам заранее скажу что эта тема очень большая и говорит о ней можно было бы бесконечно и очень много я может быть когда-нибудь буду какие-то еще ролики записывать в соответствующий плейлист и на страничке сайта буду что-то добавлять записать отдельно ролики сабио собирать их на своем youtube канале соответствующий одноименный плейлист но сегодня постараюсь хотя бы кратко вот такую вот картину обрезовать без подробностей хотя у меня надо было очень большое желание погрузиться в эту тему в том плане потому что воспитание это большая та же сфера и непростая да и есть много разных нюансах но возможно этому не судьба случится может быть и случится посмотрим итак мы с вами делим сегодня и поговорим по печенье о чем у нас эру мир бытие делится на две области это видимая невидимая то есть не видим это все что мы мыслим а видим это все что это мысли наши мысли формы приобретают какие-то до проявляются в мир и вот эти вот проявления все называется видим даже само слово наше произносимо за счет уст языка губ и прочего всего этого нашей физиологии нашего тела это все уже проявление наших чего мысли поэтому естественно поговорим прежде всего по печенье вот об этом пусть и смертном теле она будет и бессмертно потому что бытие и видимое невидимо всегда было есть и всегда будет ну а потом мы с вами закончим тем что на самом деле все исходит изнутри конечно же и так то есть первый раздел мы с вами разбираем это взращивание забота о временной плоти плоть конечно наша вечная но в данный момент она и смертна у нас но только вот это вот внешняя оболочка потому что душа наша всегда дух наш всегда живой но даже этот дух и душа все равно имеет некое тело вот но она просто нам сейчас невидимо и так этот подраздел разделим еще на два пункта то есть это тело и ум здесь подумал я уже подразумевание просто мысли на самом деле а он как бы такой ну плотки да вот не тот дух который выбирает между добром и злом а именно просто ум который как говорят у нас серое вещество два полушария работают и что-то там извергают какие-то мысли и так тело в будущем подсмертным вечном бытие у человека конечно же тоже будет тело но она уже не будет ни в чем иметь нужды и не будет леть болеть стареть и умирать но в этой временной земной жизни от первого мгновения появления человека на свет божий он нуждается в еде одежде крови и так далее до бесконечности вы все это знаете в чем нуждается наше с вами тело вы такие же как я я такой же как вы мы все с вами об этом прекрасно понимаем а потому первая обязанность у родителей или опекунов и людей или людей любых там неважно это вы можете быть в какой-то госслужбе работать как мы с вами разбирали предыдущих видео это могут быть воспитатели детских садиков но не детских садиков а детей где приемные дети находятся неважно как эти организации через день называется детский дом дом там все сиротки малютки или что такое ну вы понимаете смысл то есть все кто ну образных можно даже родителей и иногда так если в общем словом называть проще называть опекунами да то есть те кто заботится об этих детях кто верит им в попечение в опекунство да в заботу то есть потому первой обязанности людей когда нам кто-то верен да кто-то немощный но мы с вами сегодня в частности говорим о детях это может быть и старики это могут быть и инвалиды и люди по другим каким-то причинам не способны о себе заботиться мы с вами я в разных видео говорю сегодня будем конечно же говорить прежде всего о детях да то есть первой обязанностью опекунов является обеспечение всех этих телесных жизненно необходимых нужного рожденного человека до тех пор пока он не станет способным обеспечивать себя и все свои потребности сам чему родители или опекуны и должны научить ребенка чтобы повзрослев он мог и был способен сам о себе заботиться давайте эту тему так скажем чуть-чуть подробнее разберем да что я хочу сказать вы знаете конечно же когда рождается маленький человечек до ребенок под названием сама природа говорит нам о том что забота о нем это наш долг потому что если ты его просто оставляешь он просто умирает как и все в этой жизни да то есть он нуждается в воде в еде прежде всего в одежде да в крови и прочих вещах он естественно тоже смотрит начинает смотреть этот маленькое существо начинает слушать начинает чувствовать он начинает осязать запахи да и через все органы свои чувства начинает воспринимать этот мир то есть естественно первой заботой опекуна является что поддержание жизнеспособности причем такой нормальной жизнеспособности этого живого существа это очень важно да кто знает в самолете есть такая инструкция что когда какая-то там авария происходит разгерметизация салона там выпадают эти кислородные маски то прежде всего даже даже там не просто говорится о ком-то а именно что родители с детьми прежде всего должны одеть маску не на ребенка а на себя потому что если они наденут маску на себя оденут маску не на себя на ребенка они сами помрут и точно ничего не смогут сделать то есть прежде всего мы конечно родители сначала на себя надевать маску сами потом дают что-то или пытаются спастись вместе с этим ребенком ну понятно сейчас оставим в стороне вопрос как можно спастись из падающего самолета но таковы инструкции здесь тоже самое конечно же в жизни мы прежде всего делаем самодостаточной свою жизнь в каком плане чтобы она была хотя бы как жизнеспособность и мы сами не двигаемся как мы кому-то поможем да то есть мы сначала сами себя то же самое еду обеспечиваем кровь одежду но когда появляется маленький ребенок мы уже это делаем помимо себя и ему да потому что прежде чтобы он вырос в бога да да мы все когда-то обретем бессмертное тело то тело который мы потеряли в раю мы снова его в небесном царстве по воскресенье кто кто удостоится первого воскресенья до тысячелетнего царства со христом то тогда обретет это тело конечно же будет бессмертное тело нетленное нестрадательное все это будет но все это уже будет так скажем получать здравая выросшая личность а пока мы здесь с вами на первом этапе школе жизни как я ее называю когда мы только учимся познавать что такое добро и зло и будучи свободным выбираем между этим добром и злом и от этого зависит наше будущее бытие и это бытие в том числе до счастливы в нем или несчастливы творят зло мы всегда будем несчастливы творят добро мы всегда будем счастливы даже кто-то нам на это добро будет отвечать злом все равно в душе мы всегда будем счастливы потому что сами мы этого зла не делаем итак первая обязанность конечно же этого живого существа который еще духом или душой там практически ничего не воспринимает эта забота о теле естественно по мере возрастания этого живого существа этого ребеночка что забота о теле должна постепенно отходить на второй план да а забота о душе то есть это вот вот у ровно если взять два знать как сообщающие сосуды то знает есть так и с водичкой да такие водяные уровни у строителей то есть на сначала ну там немножко другая схема не всегда ровные да как бы ты там не поднимал вода будет уравниваться то здесь как бы тоже может можно и и и такой пример привести а можно наоборот что они от 0 до 100 в разные точки но потом переходит одно в 100 другое в ноль да то о чем я говорю то что конечно же там до совершеннолетия до способности этого ребенка нашего неважно своего рожденного или над кем мы имеем опекунство пока он вырастает до до самодостаточной и до самоспособности обеспечивать себя со самого едой и одежды кровь мы так далее мы о нем заботимся причем чем он взрослеет тем и меньше заботимся о его теле и больше заботимся его душе и к совершеннолетию должна прийти чего если у нас в начале был 0 мы заботились о душе и сто процентов мы должны заботиться о теле то верю потом эти две диаграммы вот так набора эти достал столбика наоборот меняется то есть к совершеннолетию мы должны до нуля можно сказать довести заботу о теле нашего ребенка их до ста процентов довести заботу о его душе да поэтому конечно же если вы вот ребеночка не кормите это грех это зло ребенок там умирали да если вы в год у ребеночка не меняйте там памперс не подтирайте ему попу это это зло это грех но если вы уже пять лет когда у сам способен ходить на унитаз подтирать себе попу если вы в пять лет подтираете за ним попу это уже не добродетель который вы делали в годовалом возрасте над ребенком а это уже зло потому что вы ребенку который способен двигать руками, способен сам сходить в туалет, подтереть себе попу. Если вы будете до 5 лет подтирать ему попу, а если еще тем более до 10 лет, то вы делаете зло. Вы своего ребенка делаете немощное, никудышное существо. Да, вы кормите его в год, в два, в три. Сначала там вообще грудью женщина кормит, потом там более мягкой пищей, потом более твердой пищей. Да, мы кормим ребенка до тех пор, потом этот подросток, юноша, девица. Да, мы кормим до тех пор, пока она, он, этот ребенок сам не начинает себя обеспечивать. Как он только начинает сам себя кормить, мы грубо говоря переставим его кормить. Да, мы можем подкармливать, мы можем угощать. Но надо понимать, что ребенок выросший должен, конечно же, сам себя обеспечивать. Это очень важно. Если вот именно в год мы ему не рассказываем высокие духовные ценности, то в 18 мы обязаны ему засвидетельствовать об истине, о чем мы сейчас с вами позже еще будем говорить, я об этом скажу. Это очень важно. То есть, конечно же, все вот эти вот потребности, да, они сами по себе с годами уходят, если, как я еще раз повторюсь, если ты там в год его обязан покормить, напоить, одеть, обуть, там попу подтереть, то это будет злом, если ты будешь попу подтирать в пять лет. Если ты будешь одевать своего ребеночка вдоль Чагабана даже в 20 лет, да, на свои деньги. Да, это очень важно. Он должен сам все это делать. И очень важно для родителей вырастить не маменьких, как говорят, сыночков, да, за папкину ножку держащуюся, либо за мамкину юбку, а вырасти самодостаточное существо. Родители, которые своих детей вот растят, таких вот зависящих существ, погрешают, потому что, конечно же, человек должен свободным быть и самодостаточным. Самодостаточность и делает нас свободными. Если человек не самодостаточный, если он от кого-то зависит, он раб. А раб никогда не будет счастлив. Поэтому родители, которые желают счастья своему ребенку, будут растить его самодостаточным. Конечно же, оговорка. Если ваш ребенок родился, не дай бог, без рук, без ног, то, конечно, вы будете, может быть, до конца жизни о нем заботиться. То есть здесь, понимаете, здесь идет сейчас идеальная система, что ваш ребенок здоров, способен сам себя обеспечить в будущем. Не так, когда он там способен, я говорю, попу себе в туалете подтереть. А вы бежите быстрее, падая, спотыкайтесь, поднимайтесь, опять бежите, лишь бы подтереть ему попу. Это отвратительно. То есть когда он уже может все это делать сам, родитель должен не просто позволять. Естественно, не заставлять, да, а давать ему это делать самому. Более того, вот именно, ни в коем случае, я говорю, не делать этого. Пусть тогда с ней потертый попой ходит, если сам этого делать не хочет. Это такие очень важные моменты. С одной стороны, очень понятно, естественно. Я думаю, что в окружении даже вашем, вы посмотрите, есть люди, которые растят именно вот таких вот немощных людей. Конечно же, такого делать ни в коем случае нормальным людям нельзя. Тем более, поймите, что тело и дух очень связаны. Зачем человеку держать себя в физическом состоянии в хорошем? Да потому что если ты держишь себя в физическом состоянии в хорошем, значит ты и душу способен держать в таком состоянии. Человек, который там не способен содержать свое чрево и горта на бесе, вот такой вот под 200 килограмм, это говорит о том, что он и в душе такой же. Он не способен себя контролировать. Это очень важные такие тоже вот вещи. Это все дисциплин, это все просто помогает нам держать себя в руках и быть совершенными, быть святыми. Это что касается минимально необходимых требований, да, к телу. Я вам все их не назову, вы сами все их знаете. Это наша обычная жизнь, я такой же как вы, а вы такие же как я. Я об этом вам постоянно говорю. Там еда, одежда, кровь и прочие вещи, все это нам какие-то минимальные потребности, они всегда должны быть у нас, да. Но, как я вам сказал только что уже, есть такие вещи как телесное развитие, спорт и так далее. Я сегодня подробно об этом не буду говорить, только по той простой причине. Я вот на страничке сайта, вы сможете найти, я если вспомню, если вы не напишите в комментариях, я могу и вам прямо дать ссылки. Но на страничке сайта вы найдете прямые ссылки. У меня есть два видео. Одно на моем канале о моей жизни, а другое вот на этом канале проповеди. Они называются первое, спортивная жизнь и опыт уличных драг, ресталюкс. То есть, как я сам в своей жизни вообще жил, чем занимался в плане спорта. И уже такая чисто проповедь, ну, она была, они взаимосвязаны, эти ролики. Я сначала один записал, как Су сказал, сотворить и научить. Поэтому я сначала поделился своим опытом жизни, практикой, а потом записал уже общий ролик. Да, это спорт глазами христолюбца сквозь призму любви, свободы и бессмертия. Ну, как всегда, то есть сквозь истину, сквозь призму истины. Кратко просто скажу. Развитие тела, это хорошо физическое. Нагрузки, там, все это прочее. Да, калистеника, кто знает, кто не знает, загуглите, что это такое. Это упражнение с весом собственного тела. Все вот это вот хорошо. Гимнастика, танцы активные, там, брейк-дансы, или просто бальные любые. И если вы этим занимаетесь непрофессионально, так скажем, для себя, для души, это все хорошо. Спорт профессиональный, это плохо, это я вам кратко скажу. Потому что там только зло. Ну, не считая того, что человек там кучу денег зарабатывает. Вот, там идет калечение здоровья, там идет куча проблем с этим связанных, тщеславие, гордыня, вот это вот все. Вот, ломание себя, ломание других. Те же самые тренеры этим занимаются. И прочие-прочие вещи. Гордыня, соревнования, состязания, вот это вот все, да. Превозношение, уничижение, все там. В спорте все там. Весь ад присутствует. Профессиональный спорт это зло, это кратко. Кому нужно подробно, чтобы, если кто-то со мной не согласен, то посмотрите сначала тогда целиком мои вот эти два видео, которые я вам рекомендовал. А слежение за своим телом физическим и его развитием все равно, ну или поддержкой его нормального состояния. Через какие-то физические упражнения, йогой вы там занимаетесь, растяжкой, какими-то прям видами спорта, но не профессионально. Вы ходите куда-то все равно на танцы, там еще, или вы всем этим сами дома занимаетесь. Сейчас тем более есть интернет. Все это можно встать, да, перед компьютером, самому всем позаниматься, потянуться там все, что вам нужно. Зарядка. Вы сами знаете, нам все это необходимо на самом деле, кто живет нормальной жизнью. Такого наше тело, оно все время требует нагрузок. Если этих нагрузок нет, оно начинает дряхлеть, оно становится некрасивым, оно становится болезненным и так далее. В здоровом теле, здоровый дух, я думаю, все вы это слышали, действительно рабочая аксиома, да. Так что, конечно же, своим детям в профессиональный спорт ни в коем случае отдавать нельзя, а подталкивать, показывать где-то прекрасные, все эти разнообразия видов спорта, надо, конечно, так называемого спорта, я говорю, потому что непрофессионального. И пусть они выбирают сами, чем хотят, тем и занимаются. Пусть одно бросают, пробуют что-то другое. Пусть занимаются все, чем им интересно, лишь бы они как-то развивались. Это обязательно, это правильно, и надо их, конечно же, воспитывать. Вот в этом плане, на своем личном примере, что все-таки забота о теле физически тоже необходима. Я все понимаю, вы мне сейчас скажете, работа, семья, дети, все такое, некогда даже упасть, отжаться. Я все это понимаю, даже я, несмотря на то, что не семейные, даже мне не всегда есть возможность этим заниматься. Но у нас разные моменты в жизни. У нас бывает завал на работе, а бывает свободное время. Достаточно даже, если вы будете периодически это делать. Я не говорю, что вы прям, у меня у самого не получается. Вот взял и все, там, понедельник, среда, пятница обязательно. Я тоже занимаюсь, я тоже иногда пропускаю. Я никуда уж давно не хожу, в какие-то там спортзалы, тем более сейчас я опять живу в частном доме, и мне достаточно заниматься на своем участке. Там есть турничок, там все, брусья, все такое. Пресек покачать, все для этого есть. Я уж молчу про обычную зарядку, про растяжку. Для этого вообще ничего не надо, только пол сырая земля, да. Вот. И все это нужно делать, конечно, потому что все у нас закисает, все начинает болеть и так далее. Вот. Поэтому на своем примере, конечно, надо. Тем более дети, даже они, наоборот, вас, может быть, будут мотивировать. Вы можете своими детьми вместе делать, зарядку делать, какие-то упражнения. Мальчик, это девочка, неважно. Что, к чему ему тянет, хотя я говорю элементарно, самая обычная растяжка, гимнастика и небольшие нагрузки в виде, там, подтягивания, отжимания, перекладин всяких. Это надо стараться делать, там, на голове постоять, на руках постоять, да, кверх ногами. Это все полезно, это все держит нас в тонусе. Я говорю, с одной стороны, кажется, ой, дети, там, все такое. Нету времени, а наоборот, так может быть, надо просто это со своими детьми делать. Может быть, даже делать из-за своих детей и вы будете вместе с ними делать. И они будут с вами за компанией. Вы таким образом друг друга будете мотивировать и, как я говорю, волшебными пиндалями подталкивать. Где-то ребенок вас поднял, где-то вы его, наоборот, подняли. И все, и так будете тоже вместе заниматься. Так что отговорки у нас, конечно, всегда находятся, не всегда есть время, не надо, как это говорится, рвать попу, если что-то прямо уж не получается в жизни. Достаточно даже, если вы этим будете заниматься периодически, и к этому просто будете возвращаться. Ну, вот такое вот. То есть тело, давайте за такую конечную виток подведем, черту, да. Тело, это очень важно. Забота о теле тоже важна. В здоровом теле здоровый дух, в красивом теле красивая душа. Я не грустил вас от природы какие-то там увечья, но, знаете, то же самое, ожирение, дряхлость вот эта, болезненность, это все тоже от нас самих зависит. Вы же поймите, роптать на Бога там, на свои болячьи, когда мы сами. Мы почему думаем, что нам только Бог верил о душе заботиться, о теле. А оно разве нам не дано? Дано. Мы разве не заботимся о своем доме? Мы, значит, время там помыть машину, пропылесосить, за ней там поухаживать, пылинки сдувать, мы находим. В доме убраться, мы время находим. А убрать собственное тело в порядок, мы время не находим. Хотя это самая важная вещь, потому что нет здоровья того же самого. Тебе никакой дом красивый, и помытая машина не нужна. Нету бодрости тела. Да тебе опять ничего не надо, если ты еле ходишь. И здоровое тело, вот это вот бодрое тело, активное, сильное такое, развитое, хотя бы в ту меру, в которой она может быть развита. Она, кстати, душу радует. Я думаю, вы все это прекрасно без меня знаете. Когда у тебя такая энергия, да. Кстати, физически сами нагрузки, вот эта вот зарядка, она поднимает очень. Она, во-первых, очень хорошо против депрессников, тоже работает. Когда тебе очень плохо, и казалось бы, ничего не надо, просто идешь на турничок, и у тебя просто поднимается настроение. Вот это вот разгнание крови, там, напруга мышц. Я не знаю, как это действует в плане, да, как и секс, там, оргазм, там, куда у нас все это, эти серые вещества, куда у нас там нейроны бьют, и как все это работает, да, но это работает. Реально физическая нагрузка, вот это физически, кажется, что, ой, надо это все делать, все эти зарядки, там, упражнения, надо, когда хорошо, и настроение хорошее, нет. Это очень часто надо делать, я на своем опыте знаю, это вот разгоняет даже ту же самую вкуку, депрессники, когда тебе наоборот плохо. Это надо делать как раз, когда у тебя заболело что-то тоже. Я не говорю, что там через силу, если у тебя рука сломана, ты идешь подтягиваться. Но если у тебя там что-то между лопатками, защипнило, как раз те же самые отжимания именно приведут в тонус те мышцы, возможно, которые просто ослабли, там, позвоночник, один хряч на другой налез, и у тебя там что-то просто воспалилось. Так тебе надо просто поддерживать в порядке все мышцы, вот и все. Чтобы их поддерживать в порядке, они должны все время быть в тонусе. А чтобы быть в тонусе, они должны напрягаться. А у нас очень часто многие мышцы вообще не участвуют в жизнедеятельности. Мы живем там, сел, встал в одну и ту же позицию, целый день там на работе. Так что это очень важно. Это все в совокупе. Надо понять, что человек это не какое-то отдельное существо. ой, есть у нас перегибы, понимаете, главная дух, главная душа. Это, конечно, приоритет ценности, это одно, это главное. Но одно без другого. Знаете, когда Павел произнес фразу вера, надежда и любовь, и любовь из них больше, он не сказал, что вера и надежда, то есть упования, нам не нужны, да, то есть нам не нужны теоретические знания, то есть вера, вера учения. Упование нам не нужно, нам нужна только любовь. Нет, нам нужно все. Любовь на чем-то основывается, да, на истине, на знании, да, без надежды вообще в этой мере никуда, без упования. Любовь, конечно же, выше, да, но и без того тоже никуда не тронешься. Это очень важно. Поэтому выбросить просто свое тело на помойку или пренебрежительно к нему относиться, это грех. Мало того, что, как сказать, что такое грех, вы от меня много раз слышали, знаете, это вред кому-то. И этот вред мы приносим сами себе. Грех против себя, точно так же существует, и вот такое же пренебрежительное отношение к своему телу, это такой же грех. А что такое грех? Мы сами себя делаем несчастными, а потом жалуемся. Да, да что ж, вот так вот все болит, куда не тыкни, так мы сами этому себе это делаем. Неправильное питание, то же самое. Но сегодня не о питании, а правильном об этом у меня есть уже отдельное видео, веганство и все такое. Найдете все это, да? Вот. переходим дальше. Это уже такая грань, знаете, мы как бы, я говорю, я видите, раздел умообразования отнес такую к телесному. Хоть я вам говорил, что мир видимый, невидимый, и мы как бы с вами делим воспитание именно духа, да, и попечения тела, но все-таки, видите, здесь ум, я отнес к телесному, в том плане, я беру, как это говорят у людей, верующих, как это говорят, есть плотский ум, такое понятие, да, то есть я беру здесь, как по думам, по думам, как тело все-таки, знаете, вы поняли, то есть вот как любят, вот это наши два полушария, вот это вот в коробочке, то, что у нас там защищена, вот эта вот субстанция, там вот эти нейрончики, в чем ученые любят поковыряться, я вот про этот ум, естественно, я говорю конкретно об образовании, да, то есть о знаниях, не об уме, в том плане, что я способен избирать между добром и злом, да, а что вот именно я умный, да, я вот много знаю чего, да, в этом мире. Давайте так, что в этом поговорим. Это очень большая тема, с одной стороны, ее можно было бы развить тоже, я скажу кратко, я говорю, если когда-нибудь Бог благословит, и будет возможность и желание проживать эту тему, я это сделаю, но сегодня скажу об этом достаточно кратко. Итак, образование, я даже сегодня не буду брать какое-нибудь дошкольное, хотя, вернее, давайте я даже, я тут написал школу, в принципе, давайте я о школах прочитаю, и то же самое будет, в принципе, к дошкольному образованию относиться. Школы, в которых все мы с вами учились, ну, я буду говорить, относительно себя, мне 40 лет, школа моя прошла в 90-х, это 90, ну, 90-е прям, да, в 89-м я поступил в 6 лет, в школу было отдано, и в 99-м я закончил 11 классов, 4-й пролетели, вот они, получается, все складывается. то есть, моя школа, это школа 90-х, но сейчас я не думаю, что что-то там сильно лучше или хуже, все это будет в рамках того, что я скажу. Итак, школы, в которых все мы с вами учились, просто ужасны. С раннего детства и практически до совершеннолетия ребенок, а затем подросток, полдня в школе, а затем полдня дома, проводят, сидя за партой, впихивая в себя кучу ненужной ему информации, которой он, возможно, никогда и не воспользуется. Вся эта оценочная система лишь сеет между детьми вражду и расслоение, ненужную гонку за хорошими оценками, страхи перед родителями за неуспеваемость, постоянный стресс и волнение. Все, что нужно дать детям в плане образования, так это первое, базовые знания, а это какие конкретные, это чтение, письмо и счет. Три всего вещи простых. А второе, возможность и условия познавать мир и жизнедеятельность человека во всех, во всех ее формах и проявлениях и разнообразиях. А ребенок пусть сам пробует себя во всем, что будет интересовать, куда он будет, куда его будет тянуть. Итак, давайте кратко все равно о дошкольном еще образовании. Школа считается, вот меня в 6 отдали, кто-то даже в моем классе средний это было 7-летки, а были даже 8-летки. Ну, там, правда, между нами была практически всего лишь год разница, потому что я у меня 3 января день рождения, а у них в декабре в основном. То есть мы, в принципе, у нас год в его разница, но по факту как будто два. Я с 83-го, а были ребята в нашем классе даже с 81-го. Но основной год был 82-й. И школа-то это ужас. А уж дошкольное образование я вообще молчу. Бедные дети, мне хочется сказать. Я, у меня вот сейчас нет детей, я не в курсе вообще, чего сейчас в этом плане творится, но я думаю, что там шиза вообще захлестывает в современном мире, потому что, я говорю, вообще, знаете, когда мир стал техногенным, он и до этого, знаете, думает, что вот школы, это вот высшее образование, тут недавнешнее изобретение, все чепуха. Доучились от первых песен Адам и Евы, вот, в каких-либо учреждениях, это всегда такое было. Но, когда просто технокенный мир стал вот такой вот, да, а сейчас он вообще цифровой, можно сказать, да, у нас вообще по-другому, у нас другой поток информации и всего вот этого вот знания, и мир стал очень маленьким, мы куда угодно можем полететь, быстро добраться, скоро можем телепортироваться, будем из одной точки, в другую, из собственного одного туалета, в другой, как это, как бы кабинка, из которой мы зашли, и у другого в доме очутились, вот, то, конечно же, мир стал настолько сложным, с одной стороны, да, у нас столько информации, да, если я помню, знаете, возьму пример вам по машинам, если первые автомобили, мотоциклы, я сам собственными руками там пытался что-то ремонтировать, это было вполне реально, то сейчас, не знаю, влезть в автомобиль, в современный, практически ни одному человеку нереально, потому что настолько всего награждено, и пересечено там все, и электроника, и механика, и там черт ногу сломит, это уже совокупный разум разных людей, в разных областях специализирующих, что уже практически не понять, как там чего, ну, что-то можно базовое ремонтировать, самому даже, но далеко тоже не залезешь, потому что, я говорю, все там очень сложно переплетено стало. Здесь то же самое, конечно же, мы настолько, так скажем, развились, что вот настолько у нас всего, столько областей, столько нам все нужно знать, что, конечно, сейчас столько в человека впихивают информации, которая вообще абсолютно, ему на самом деле многое никогда не пригодится. дошкольное образование, я не знаю, сейчас оно, я говорю, есть в какой-то форме, не знаю, сколько там, два, три класса, с трех лет, по-моему, говорят, детей отдают, это кошмар, я считаю, что это просто ужасно, вот, если уж я школу, считаю ужасным, то что говорить о дошкольном образовании, вот, особенно в России, знаете, в России, потому что я живу в России, могу за Россию сказать, не знаю, как в других странах мира, но я думаю, что все люди плюс-минус одинаковые, в России тоже какая-то шезан, насчет этого образования, что вот якобы оно там вот нужно, вот в такой форме, в какой-то начать, если у нас в России лучше какое-то там образование, да все, чепуха, в человек просто впихивает кучу ненужной информации, вот и все. По поводу школы, я ненавидел школу, я ненавидел школу, как думаю, и многие люди на земле, по крайней мере русскую особенно, ту же самую школу. Первое скажу, это время человеческое, да, очень много ребенок проводит время, вот за это потребление, это ненужная информация, много информации, у нас разный ум, и более того, она же общая, понимаете, с тобой не работаете индивидуально, а мы все разные, нас к чему-то тянет, к чему-то нет, что-то мы искренне понимаем, что-то искренне нам практически не дается, но мы все там сидим, как под одну гребенку, то есть вот эта вот общность, да, одно дело базовые знания, там их можно в общем дать и все, другое дело такое количество, пусть они тоже, они же может кто-то мне сейчас скажут, да это тоже базовые знания, это не базовые знания, знаете, если бы я не учился в школе, тогда бы можно было мне эту лапшу на уши вешать, но так как я ее тоже учился, как вы все, это далеко не базовые знания, там многие знания, которые нам вообще никак не нужны, то есть первый минус, это вот такая вот общность, знаете, все серой краской помазаны, и это очень плохо, для такого количества знаний, информации и времени на это потраченного, это очень плохо, то есть первое, это вот эта вот общность, второе, это время, я вот сейчас уж не помню, сколько там, 5-6 был уроков, то есть мы 8, грубо говоря начинали, 8-30 у нас был начал, заканчиваем в час, или полвторого, полвторого полвторого заканчивался, у кого с 8, у того в час заканчивался, пока домой дойдешь, пока из школы, из дома в школу, из школы домой, пришел, поел, надо опять делать это какую-то домашнюю, у тебя практически весь день, с 8 до 6, как у взрослого человека, проходит вот за этой чепухой, ты еле, практически не видишься со своими там друзьями, занимаешься чепухой, который даже не понимаешь, зачем тебе, это очень важно, с тобой на самом деле, у родителей нет времени, желания зачастую заниматься, ты многие вещи не понимаешь, тебе надо ждать там вечера родители, когда они там придут, им тоже все это никогда, они работают, когда сам вырастаешь, понимаешь, насколько все это бессмысленно, да, сколько на это, на все тратится времени, это все абсолютно никому не нужно, основной информацией, которую, вот возьмите там химию, много ты помнишь оттуда из химии, ну что ты помнишь, что ты применяешь в своей реальной жизни, вообще на практике, я уж молчу про эти, помнишь эти теоретические знания, что ты применяешь, ты помнишь хоть один стих, прочитанный по литературе, или что, нет, много ты там книжек прочитал из-под палки, которые вообще не нужны нормальному ребенку, та литература, которая в современных русских школах, особенно преподается, там вообще ничего нужного нет, читать Толстого «Войну и мир» в 10 классе, это отвратительно, мало того, что сам Толстой называл это самой отвратительной своей книгой, никогда тебе в школе это не расскажут, тебе не расскажут, что Толстой был веганом, пацифистом, тебе будут рассказывать всякую дрянь, про то, что вот война и мир, да, защита Родины, солдаты, а-ля, и все прочее, да, и читать эту пургу, про войну и мир, про эти все страсти, мордасти, секса, измены там, да, полная чепуха, никакого нормального разбора там не будет, кто там будет разбирать эту войну и мир, да, рашистка какая-нибудь, милитаристка, патриотка, снобка, да, мужчина и женщина, брак, семья, дети, бьет, значит, любит, и все вот это вот, а-ля, домашнее насилие, forever, что, кто там сможет кого-то что научить, третье, плавно перешли, это преподаватели, так называемые, называют их не преподавателями, а учителями, а вообще-то не учителями, а воспитателями, у меня все проблемы были, и все плохие оценки были из-за поведения, и в школе их не разделяют, если ты себя плохо ведешь по поведению, у тебя будет два, как у меня, или три максимум, будет по знаниям, потому что тебе либо будет просто ставить за поведение вместо знаний, либо просто все это будет перемешано, но в концовке все это будет бочка меда, даже если у тебя будет, ты будешь супергением в этом предмете, это ложка дегтя или говна, будет твою оценку делать эту бочку говном, поэтому даже если ты будешь предмет знать на пять, но будешь плохо себя вести на два по поведению, на этом, по крайней мере, предмете, у тебя будет два или среднее три стоять по этому предмету, это отвратительно, это меня вся возмущала, я просто на собственном опыте знаю, что, когда-то я об этом рассказывал, у меня такое было, у меня по той же самой химии, седьмой или восьмой класс у меня пять, я срок не знал, что меня будет тянуть химия, меня не тянуло, просто была супер учительница, она уходит, приходит другая, у меня два сразу становится, потому что, потому что та была нормальная, юморная, такая, хоть и пожилая, и все, у нее такой был боевой раскрас, как у из мультика 101 Далматинец, она прям один в один, как там главной героиней была эта, вот, хозяйка этих Далматинцев, вот, она была веселая, она могла с детьми пошутить, ну, она могла так брови нахмурить, если кто-то уж совсем из себя выходит, но если уж у такого, как я, я был одним из самых, если по лидерству брать из школы, из класса, я, конечно, один из отморозков был в этом плане, ну, не смотришь, я там убежал к кому-то, конечно, чудили мы там постоянно, по поведению всегда был ноль, ноль с минусом, вот, и она все, у меня пять было, пять по химии при ней, я говорю, все, она уходит, мы к другой попадаем, у меня два, потому что мы с ней сразу в контуры, потому что она любит воспитывать палкой, а я никогда не принимал воспитание палкой, и все, бесполезно, и несмотря на то, что у меня там пять было, у меня просто два, три она ставила просто из милосердия, опять же, какого милосердия, я мог и пять иметь, но так как она меня оценивает по воспитанию, по воспитанию у меня два, да, из милосердия она мне якобы стоит три, хотя я эту химию мог бы и на пять сдать, и знал до нее в предыдущих четвертях, то же самое по-русскому было с литературой, 10-11 класс, несмотря на то, что, кстати, там то же самое война и мир, там я получаю, по-моему, 4-4-5 за три урока, но я сижу, мы сидим с пацанами на последних партах, у нас такая четверка была на нашем ряду, три ряда было, но мы там вообще, мы вообще, у нас уже 10-11 класс, у нас уже башки вообще нету, мы уже бухали в школе, хотя у нас такая адекватная школа, даже такая у нас была школа типа элитная, потом, ну она была обычно советская, как у всех, потом там директриса, видимо, как это говорят, в постсоветские времена оказалась хватнической такой, да, и сделал из этой школы элитную, но мы никакой элит, конечно, уже не являлись, у нас денег не было, но там уже были платные классы, мы 10-11 разделились бесплатными, никаких у нас денег у родителей не было, нас платить, вот, и по нашему ряду, две последние парты, сидели мы четыре друга тоже, но мы чудили по-жесткому вообще, и в карты там, что же играли, так меня почему-то одного, учительница, и в 10-м классе, несмотря на какие-то там пятерки, у меня пятерки, у меня, я учился с пятерки на двойку, и я говорю, я из стихов прочитываю, за один раз 25 штук, было, как это там называется, четверть, поэзия или что-то такое, я по, как я их выучил, не знаю, сам, конечно, тяжелый блок давался, какое-то отвратительное вообще, стихоплёдство, читать его невозможно, вот, но я все стихи там на четвертый, короче, ну, в оконцовке, я помню, что в году она нам с другом ставит 2-2, по русскому, по литературе, мы уже думали, в другую школу идем, вообще, на все забили, она нас там куда-то приглашала, чтобы мы должны были прийти там, что-то уже летом, мы вообще послали ее подальше, мы мотоциклы себе уже купили, и целыми днями в гараже там катались, бухали, вот, приходим в сентябре, дубли мы уже отчислены, родители уже вообще ничего не говорили, уже все до лампочки, я такое, в этом плане, конечно, был отмороженый всегда, вот, приходим, открываем дневник на первом занятии, сами к столу подошли, смотрим, 3-3 стоит, то есть она нас пожалела, в 11 классе она сажает меня на первую, прямо перед собой, то есть мы были в этом же ряду, напротив учительского стола, она меня сажает прямо на первую парту, одного перед собой, ну, естественно, у меня сразу по русскому литературе, в эти статьи, я заканчиваю у меня 4-4, вот, так что вот такие вот дела, то есть, конечно, поведение, ну, посадила меня на первую парту перед собой, конечно, я целый день вот так, ну, а что ни с кем не поговоришь, не повернешься, ничего не почудишь, и так я год 11 класс просидел прямо перед ней, у нас не такие отношения сразу, ну, я так-то и адекватный, нормальный, это я, конечно, себя люблю, ведь, так рассказать, что я там чуть-чуть чудак или там такой весь, я, понятно, зла никакого не делал, как раз когда эти стихи, я помню, класс уха тоже наш по математике у нас была, у нас математический, как бы бесплатный класс был, она, я же, забыл, как себя зовут, Галина, Галина, неважно, вот, и тоже она меня, или во время урока, или классный час была она, Кузнецов, ты типа самый злой какой-то, я говорю, Надежда Павловна, вот, Надежда Павловна, я встаю, я самый злой, и давай ей стихи, я что-то, я вас любил так искренне, так нежно, что-то там, я не помню, все га-га-га, я там чудил постоянно, как раз, я говорю, была четверть поэзии по литературе, вот, она, но меня боялись люди, всегда я вам это рассказывал, не знаю, как я с виду смотрюсь, мне кажется, я такой милый паренек, вот, но меня всегда люди боялись все равно, знаете, почему-то я в людей вселял, с одной стороны, и страх такой, вот, она мне сказала, что я, как бы, самый, вот, ты, как бы, самый страшный такой, или как, нет, как я, что-то я вам сказал уже, не забыл, что я сказал, короче, что тут я такой вот, да, как бы, вот такой вот, я, видишь, полный нежный, я самый мягкий, нежный человек, вот так вот, вот, поэтому, конечно же, все это школа, это все чепуха, как я вам сказал, школьное образование, надо никакого, во-первых, дошкольного вообще образования, все чепуха, да, детские сады, где просто за детьми присматривают, все в форме игры, никаких оценок, образованность должна быть просто по мере реальности жизни, что там нужно этому ребенку, чтобы существовать в мире, и школа должна делиться, я говорю, первое, всего три, три предмета, это письмо, которое нам необходимо, сейчас печатание, письмо, неважно, в одни предметы можно все совместить, это чтение, естественно, писать и читать, и счет, и то, это чисто цифры, таблица умножения, ну, деление, ну, понимаете, да, элементарная, то есть, математика начальная, все, больше ничего человеку не нужно, даже, так называемая, там, алгебра уже, геометрия, это должен отвечать только тот, кто хочет в это, казалось бы, мне это, вот, я, знаете, сижу, я-то пользуюсь каким-то, чуть больше, чем сложение, умножение, я строительно закончил, я люблю что-то там мастерить, какие-то знания мне, конечно, помогают, во-первых, они минимальные, в современном мире, и, заметьте, я это говорю, у нас с вами сегодня, на экране дата 28 апреля 2024 года, современный мир, надо же меняться вместе с ним, ладно, мы там учились, еще интернета не было, но сейчас есть интернет, сейчас другой мир, сейчас интернет не просто есть интернет, сейчас есть все доступное, то есть, знания, это есть, это есть и знания в плане учительства, можно нанимать репетиторов удаленно, да, можно учиться у каких-то блогеров, специалистов, можно проходить специальные семинары, все что угодно вот этого, да, то есть, ты можешь прям узко находить себе учителей, так скажем, да, в хорошем смысле этого слова, и учиться у них тому, что тебе нужно, к чему тебя будет тянуть, все это сейчас можно узнать, даже в строительстве из алгебры и математики, я не так много пользуюсь, там достаточно угольника, пару вещей, которыми ты пользуешься каждый день, в бытовухе, в реальной, там тоже не вся тебе алгебра и геометрия, что-то совсем минимальное знание, две параллельные никогда не пересекаются, как их прочертить, это все очень простые знания, их можно давать, и то, зачем их давать с какой-то там оценкой, мы с вами переходим к следующей теме, то есть, ну давайте, да ладно, понимаете, что все эти знания, которые там, хотя давайте о втором пункте, я же закончу, то есть о втором, это давать просто время и возможность этим детям познавать мир, как я и написал, возможность познавать мир и жизнедеятельность человека во всех его формах и проявлениях, а ребенок пусть сам выбирает себя во всем, что его будет интересовать и куда будет тянуть, то есть, это надо просто дать возможность, я не знаю, как это должно в реальности выглядеть, это все надо методом эксперимента и вообще жить в реальной жизни, это какая-то, какой-то базовый штат учителей, да, есть учитель по алгебре, по физике, по химии, ну как и в институте, вы мне скажете, вот, да это вот высших учебных есть такой, тем более в Америке, там что-то предметы выбирать, так такое надо и в школе сделать, в чем проблема, пусть ребенок сам выбирает, пусть сначала это будут открытые уроки, там каждую неделю проходят, да, ребенок сам туда сходил, туда сходил, сюда посмотрел, сюда, должны быть, как говорится, дни открытых дверей, они должны быть не раз в год, когда там это проходит, а постоянно каждую неделю, это как должны быть, как секции мы были, помните, куда-то мы еще ходили, чем-то еще, это где-то как там радиокружки или еще, плюс это очень часто должно быть с жизнью совместимо, да, если уж он занимается физикой, это должно быть что-то, что он увидит это и, грубо говоря, к чему это в жизни может привести, то есть все это должно быть не просто вот так вот в виде тетрадок, да, это должна быть практика, причем очень реальная, так что вот так вот, конечно же, это должны быть возможности, если это, грубо говоря, не просто физкультура какая-то общая, развитие, чего на толку-то это общеобразовательная, я хоть вам сказал, забота о теле, зачем это все опять из-под палки в какое-то время, неизвестно с кем опять, в своем там классе, да все это, да пусть ребенок выбирает, пусть в школе будет доступ и к танцам, и к калистенике, гимнастике там, к апробатике или еще что-то, пусть если есть возможность, разные преподаватели, а если нет, вот именно у нас есть и так эти секции, эти преподаватели и так будут там свои визитки по школам ждать, и так можно будет к этому обращаться, вообще зачем все это в школу в одну загонять, может не нравится учитель, это 30 человек, и они не выбирают его, вы поймите, тут главный принцип, что все это из-под палки, ты не сам выбираешь этого учителя, а вот ты просто попал в школу, в районную, и вот пошло, я говорю, тебе может нравится химия, а у тебя проблемы с этим учителем, у меня такие, я говорю, я вам далеко не все рассказал в своей жизни, как у вас, и все, а ты должен учиться, должен у этого, должен этот аттестат получить гребаный, должен вот все сидеть и эту учительницу слушать, вот в чем проблема, проблема всегда, вы знаете, в палке, я об этом говорю, нету второй вот этой составляющей, из любви, свободы и вечной жизни, здесь опять нарушение второй, это свободы, без свободы ничего в жизни никогда хорошего не получится, все это из-под палки ничего, ничего не дает, и последнее, что в школах во всех этих отвратительно, это оценочная система, теоретическая опять оценочная система, которая ничего не дает, никому не нужна, что это плодит, я вот так перечислил, чисто на скидку, да, это что делает, это лишь сеет вражду между детьми, да, двоечник, отличник там, да, да, да ему может просто до лампочки все это, что значит он двоечник, на нем ставится клейма двоечника, а ему до лампочки, это действительно, это литература, а может он такой, как я, я, конечно, много там тоже не прочитал, я так вам что-то рассказал, я толстого «Войну и мир», я в кратком содержании, у нас тогда уже была такая, кто знает, по черному рынку ходила книжка, краткое изложение всех материалов там, школы, я, конечно же, в оригинале «Войну и мир» эту не читал, да, в кратком содержании прочел и по ней потом эти пятерки там умудрялся как-то получать, зачем мне все это, мне неинтересны были эти книжки, и кто знает, когда я вырос, когда покаялся, когда Бог меня к себе привел, да, сколько я стал читать там всего, изучать, исследовать, да и до покаяния пару книжек прочитал в своей жизни, какие мне были интересны, художественные там, да, вот, а что толку-то все это из-под палки читать-то, ты это вообще не понимаешь, многие вещи, да, так что вот так вот, что эти все оценочные системы, что значит двоечник, да ему просто это не надо, а звучит это и выглядит, и именно это так и есть, это как бы обидно, это неправильно, это клеймо на самое настоящее, да, то есть каждая эта оценка, это клеймо, а зачем это, ребенку это может просто не надо, почему он должен ходить с клеймом двоечника, или якобы отличник, якобы это какой-то хороший человек, да если он это делает для себя, что в этом такого-то, зачем ему вообще эта оценка, что она дает, работодателю, вы мне сейчас скажете, мы сейчас до этого дойдем, потому что после школы-то обычно все-таки не идут работать, все-таки надо приобрести якобы средне-специально или выше какой-то, мы сейчас до этого дойдем, там тоже не нужны никакие оценки, ты когда придешь, нормальный работодатель тебя спросит, ты делать это умеешь, ну-ка покажи, покажешь и будешь работать, не умеешь, какие бы тебе оценки не были, да, если ты там на сварщика 3 года в чушке отучился, как это говорят, а варить-то так и не научился, ты никому не нужен, хоть у тебя там все, хоть ты там с золотым, с красным аттестатом или с золотым, как там его называют, да, закончишься, чушок или выше, если ты ничего не научился там делать, если ты на практике это применить не можешь, ты никому не нужен будешь. Что плодит оценочная система? Страхи перед родителем, вспомните школу с этими оценками, да, ты трясешься там, что там эти двойки, тройки обо всем этому узнают, зачем все это надо? Ребенок живет в стрессе постоянном вообще из-за чего? Из-за чего? Из-за того, что ему просто от всего этого тошнит, да, ему это все не надо, ему все это неинтересно. Он что, изучает географию? Он из нищей семьи, он когда-нибудь куда-нибудь поедет, ему это нужна география, карта, сейчас, я говорю, вон в интернете доступна, он ее и сам без тебя посмотрит, интерактивная, гугловская, там, неважно, да, куда хочешь можешь залезть, у него деньги есть путешествовать, а знать про циклоны, как они там куда двигаются, или про эти пласты земли, это такая чепуха, вот я говорю, кто это применял в нашей жизни? Ты что, пошел учиться на вулканолога, там, на какого-нибудь, один из миллиона пошел учиться, да, или на гидрометцентр ты пошел работать, да, многие из нас идут-то, это можно кого-то познакомить с этим, без оценочной системы, даже без всякого зачета, незачета, как там в институте такую же чепуху придумали, зачем это вообще? Если вы хотите просто сделать человека разностороннего, пожалуйста, сделать это в свободной форме, как я говорю, чтобы со всем человек мог познакомиться, все. Зачем все вот это вот, что она делает из человека, кого? Несчастного ребенка только делаем, мы в обществе, мы сами себя делаем несчастным, детей своих делаем, взрослых, чего это дает-то ничего, что вот это дает 11 лет палочного образования, ничего вообще. Давайте перейдем к среднеспециальным и высшим учебным заведениям, то же самое. Давайте я вам сначала почитаю. Такие же ужасные, как и школы. В России в среднеспециальном учреждении учатся 3 года, ну, как называют там, чушки или еще как-то, а в высшем от 4 до 7 лет. Если отбросить всю лишнюю нагроможденность учебного курса, то время обучения можно свести максимум в среднеспециальном учреждении до 6 месяцев, а в высшем от 1 года до 3 лет. А дальше только практики дальнейшего развития через новые знания и открытия. Среднеспециальные. Вы знаете, у меня, так как я люблю руками что-то делать, у меня вот куча специальностей. Я могу и варить, и паять, и что только не могу. Да. В разных могу вещах делать. На это люди учатся. А это одна маленькая, да, пусть я там несовершенен, вот именно только потому, что я не выбрал это своей профессии. Но делать я это могу на бытовом уровне, многие вещи. Я вот по дому, по хозяйству, в принципе, практически все делаю сам. Редко-редко я там кого-то могу нанять, если уж там, там либо по закону нельзя что-то там делать, там с газом, допустим, связанное. Вот. Но я все стараюсь сам делать. У меня к этому есть предрасположенность. Но опять же, да, я там несовершенен во всем этом. Человек, который этим профессионально занимается, конечно же, да, как я сварю, и как профессиональный сварщик сварит разные вещи. Но только почему? Не потому, что он отучился три года в чужке, он это сделает лучше мне, а потому, что он занимается этим каждый день. И за дня в день, практикуя и нарабатывая свои навыки, и приобретая опыт. Вот и все. Чтобы на сварщика отучиться, зачем три года сидеть в чужке? Три года. Зачем? Зачем? А в современном мире, я говорю, это вообще не нужно. Вообще не нужно. Даже месяц там делать нечего. У нас в институте, в стройке, когда мы там после некоторых курсов, когда год проходит, у нас были такие практики, то есть у нас был, как же он называется, я уж все это позабывал. Короче, ты там две недели еще ходишь на... Это практика, что ли, называлась? Ты сначала две недели ходишь как раз вот в эти СМУ, типа какие-то, там тебе две недели читают, и потом ты едешь куда-то вот там. Там у каждого факультета свои были куда-то там ПГСники, прорабы, они там каменщики проходили. То есть они, по сути, будучи с высшим образованием, ты выходишь еще с ручной профессии. Там каменщика. Ну, я инженер по теплоснабжению, то есть все, что связано с вентиляцией. То есть у меня у корочки есть монтажник, по-моему, есть, я уже не знаю, где она, там монтажник-вентиляционщик, по-моему, у меня есть, потому что у нас была кафедра тепловода-газоснабжения. Вот. И ты помимо высшего образования, ты еще получаешь вот такие вот корочки, по сути, можно сказать, вот такие же вот среднеспециальные образования. Но при этом мы там учились не по три года, мы всего лишь две недели ходили на теорию, и якобы должны были там где-то находишь место, или тебя посылают на завод, на практику. Никто почти не ездил, все где-то их подписывали, у кого матери, отцы где-то работали, тем более кто шел, так скажем, по стопам просто родителей учиться там, чтобы потом где-то работать. Вот. Мало кто ездил на эти практики, я тоже не был. Я знаю, поэтому вам рассказываю чисто теорию, мы тогда их покупали, там за шоколадки покупалось все это, вот эти корочки, потому что никому это не нужно было, то есть просто надо было пройти, пройти, и мы проходили. Вот. За шоколадки, за махарычи, потому что никому все это не нужно было, да. Я просто вам про сроки рассказываю то же самое. Но почему-то в ПТУ надо отучиться 3 года. Зачем это все? Кому это все нужно? Иди к сварщику сразу в подмастерье. Я говорю, особенно, знаете, надо не забывать, что я сегодняшнее видео записываю в 2024 году. Открываешь интернет, вы знаете, мне достаточно было по сварке пару классных роликов посмотреть, где вот так все снято через маску, видно даже как шов он там кладет, да, красиво прям, вот прям через вот прям, как-то они там снимают, я не знаю, сейчас все доступно. Сейчас есть видеообучающие ролики, где все это смоделировано в программах, как, что, как ты должен сделать. Пожалуйста, изучай. Изучай, смотри, пробуй, сразу практикуй. И все. А на работу заходишь, сварщиком устроиться, даже вот я. Думайте, мне корочка нужна, да я просто приду, скажу, дай мне две детали сварить. Я ему сварю, он на шов посмотрит, и все, и сразу скажет, да, возьмет он меня или нет. Вот и все, никакая корочка ему не нужна. Ему какая разница, брать с корочкой, но когда он ни разу не варил, или там два раза на практике поварил, даже за три года и не умеет этого делать, или может быть я, который дома варю больше, чем, и научился большему, чем он там в этом. Человек берет профессионала, вот и все. То же самое с высшим учебным заведением. Я сам его закончил, я имею право об этом говорить, да. Это все чепуха. Пять лет просто вытянуты из жизни. Вот кафедры, которые существуют внутри института, это и должны быть, так скажем, мини-институтами. И то, в каждой кафедре еще много, так скажем, подкафедр, то есть специальности. Да, вот у нас было тепло, газоснабжение и вентиляции. Зачем мне все, если в оконцовке я там выбираю только одну, вот я там типа инженер по теплоснабжению. Зачем мне газоснабжение, зачем мне вентиляция? Ну, в рамках там газоснабжения, там идет вентиляция, да. Больше применимо и то. Одно дело вентиляция, а другое дело газоснабжение. Это две разные специальности. Там есть пересекающиеся моменты. Ты когда проектируешь газ, ты, конечно же, и то, ты учитываешь вентиляцию, но проектирует ее не газоснабженец, а вентиляционщик. Это настолько узкие специальности. И то, заканчиваешь образование, у тебя два варианта работы. Либо ты вот так вот сидишь, как я сейчас проповедую, точно так же ты сидишь на стуле, чертишь целыми днями чертежи, либо ты уже непосредственно эти чертежи воплощаешь в жизнь, работая на объектах этим инженерам, ходя в кафтки постройки. Вот и все. И для этого не надо пять лет учиться. Чтобы научиться делать чертежи, познакомиться со всем, как это делать, научиться разрабатывать план там, не важно, вентиляции, теплоснабжение, газоснабжение. Год – это максимум. 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 При условии, так это год, при условии полноценной учебы, что ты вот именно с утра опять так же, до обеда у нас там по шесть, по три пары было. Это почти мы там тоже в два, что ли, заканчивали. Это при условии, что ты столько часов в теории учишься, еще дома, ты сам все, то же самое, практикой все это догоняешь, или дополнительной теории, которая тебе нужна. Это год, вот так вот, чтобы получить так называемое высшее образование. Вот и все. Чем мы занимаемся? У нас пять лет там чепухи. Куча предметов, которые тебе просто не нужна. Сколько было потрачено, вы не поверите, сил, денег. Я и работал в это время. Где-то платил за те же самые, те экзамены приходилось, потому что я просто не вытягивал. Я поступив, понял, что я половину просто не понимаю. Я любил математику, вроде там алгебру, геометрию, она мне давалась. Но когда началась вышка, я понял, что я ее просто не вытягиваю. Мне стало так удивительно было. Я не вытягиваю? Да, я не вытягиваю вышку. У меня она стала, как поперек горла просто. Да, я что-то там понимаю в физике. Хотя физика именно в школе мне тоже как-то тяжело удавалось. Когда началось еще, ведь все такое высшее образование, это уже когда предметы, все, которые в школе были, начинают вот опять вот так, вот как я вам про машины, пример рассказывал, начинают пересекаться. То есть уже идут гибридные предметы, состоящие и из физики, и из химии, а еще туда математика добавляется, а еще туда еще что-нибудь добавится, еще что-нибудь, еще что-нибудь. И у тебя уже пошли термехи, сапраматы, и оказывается, все это такой груз. Да, ты понимаешь, что ты просто это все не вытягиваешь. Вот и все. Я на своем примере вам скажу, я на третьем курсе, в оконцовке понял, что я просто, несмотря на то, что у меня в принципе технический склад ума такой, да, аналитический, можно сказать, да, но я понял, что вообще я все-таки ошибся. Вот именно в школе у меня как бы все равно это не было проявлено, потому что может быть не было возможности. Я на третьем курсе понял, что я гуманитарий. Несмотря на то, что потом всю жизнь я тоже и руками работал, и головой в плане техники вот этого, и в принципе, в домашнем варианте. Мне это нравится. Я сам все время что-то леплю, что-то делаю, но основной своей профессии, я никогда не работал, можно сказать, по профессии вообще, да. А вот если бы у меня была гуманитарная, я, возможно, бы работал. Я на третьем курсе понял, что я вот гуманитарий. Перевестись оказалось, не было никакой возможности. Почему? Потому что из технического вуза в гуманитарный перевестись уже никак невозможно. Потому что у нас ровно диаметральные предметы все, где у нас там зачеты шли за какую-нибудь там экономику, философию, историю, то у них все, ну, история про тоже экзамен был, но не важно какие-то другие предметы, но даже история у нас там общая была только, да. А в гуманитарии все это наоборот развито, да, а какие-то там предметы, там вышка, там зачет-то, можно сказать, идет. А у нас все наоборот. Все оказалось перевести бесполезно. Бросать три года и идти заново с первого курса в гуманитарий, я не решился, даже, честно сказать, не думал, по-моему, об этом. То есть, ну, не получилось перевестись. Конечно, я уже решил заканчивать. Вот так вот ты три года учишься и понимаешь, что тебе это не надо. А в оконцовке, я говорю, закончил пять лет и понял, что я не буду ни вот эти чертежи чертить, ни на постройке инженеров я не хочу ходить. Я говорю, хоть потом моя жизнь, я рассказывал, конечно, со стройкой была связана, я и большие дома строил, и коттеджи, и руками, и чертежи могу читать, и чертить, грубо говоря, могу. Ну, уже чего я могу? Сейчас я ничего не могу, потому что я это не практикую, можно сказать. То есть, я... Ну, что-то в тебя все равно засаживается. Ну, короче, это просто потерянные годы жизни. Вот я по себе знаю, что это потерянные годы жизни. Все это должно быть в мире абсолютно не так. Как это должно быть? Я не знаю. Если вы меня спросите сегодня, я не знаю, я общий нарисовал, и я бы... Просто к чему мы сегодня с вами ведем? Воспитание детей. Вот я бы своих детей на сегодняшнее... Даже не знаю, отдал бы я их вот в эту вот школу. Если бы отдал бы, я бы дал полную свободу своему ребенку. Потому что мы сегодня с вами должны какой-то итог подвести. Вот. Мне бы было вообще плевать, какие он оценки. Причем я бы ему об этом сказал. Это не просто было в тайне сердца моего. Нет. Я бы ему сказал, мне вообще наплевать, какие у тебя будут там оценки. Может, хоть круглые двойки. Если бы мой сын или моя дочь круглый двоечник был бы, я бы слова ему не сказал. То есть, вот эти мои слова, я все говорю, что у меня, что на языке, то и в реальной жизни. Я никогда бы его не потыкнул бы тем, что он там двоечник или еще что-то. Мне было абсолютно плевать, какие у него оценки. Потому что я сам ненавидел школу и не хочу, чтобы мой ребенок ненавидел ее, так скажем, и тратил на нее, а ненавидел ее, потому что будет тратить на нее кучу своего времени. Я бы ему сказал, Стынок, слушай, дочка, слушай, что хочешь. Задавай вопрос, какие тебе нравятся учителю. Можешь посещать, тоже не посещать. Я никогда тебе не поругай, не за прогулы. Единственное, я должен знать, где ты, чтобы с тобой что-то не случилось. Предупреждай меня. Идешь ты, не идешь ты, и все. Просто будь со мной честен, говори правду. А будешь ты там? Нет. Куда ты там будешь? Говорит, не до лампочки. Ты скажи, что тебе нравится. Я попытаюсь тебе открыть этот мир. Давай куда-нибудь еще. Давай на какие-нибудь куда пойдем, где тебе нравится. Посмотри в интернете, что тебе нравится. Посмотри разные сферы жизнедеятельности человека. Посмотри, чем бы ты хотел заниматься. Если ты хочешь танцевать, иди и танцуй. Иди, ищи себе учителей, супер брейкденсеров, или там балетных, или ча-ча-ча, что ты там хочешь. Иди, ищи учителей, походи по разным школам. Можешь вообще бросить школу, вообще даже не получать аттестат. Можешь идти и танцевать, и быть великим танцором. Получать деньги за это. С шапкой ты будешь на тротуаре танцевать, или будешь в великом театре, в каком, мне до лампочки. Будь счастлив. Все, что я сказал бы своим детям. Я бы вообще их не напрягал. Ни со школой, ни с высшим образованием. Я попытался бы сделать все, чтобы они нашли себя. Я себя так и не нашел. Я нашел себя только в проповеди. Это единственное, чем я так долго занимаюсь в жизни. Это единственное, чем я хочу заниматься. И как я вам сказал, в принципе, тогда мне как раз 20 лет, получается, 16, ну даже 19, третий курс, я тогда понял, что я гуманитарий. Этим бы я еще хотел заниматься. Но опять же, даже сейчас я же этим не из-под палки занимаюсь. Не за деньги, независимо. Я не в системе. Это очень важно. Так что вот так вот. Вот вам воспитание детей. На своем примере я вам рассказываю. Мне было бы плевать абсолютно, что будет думать общество. Мои соседи какие, друзья. Я знаю, что моему ребенку завидовали бы просто все вокруг, что он такой счастливый, свободный. Ему не надо в эту школу тупую ходить. У него друзья просто будут завидовать. Почему? Что у него такие родители, которые, такой родитель, который его не парит, не напрягает, да, в эту школу пинками не загоняет. Что он живет без стресса. Очень важно, да. Что он живет счастливо. И все. И пусть ходит. Пусть до 16 лет чем-то занимается. Туда. Я единственное буду подталкивать. Ну туда сходи, сюда сходи. Что тебе нравится? Чем ты занимаешься? Конечно же я буду, я бы его воспитывал. Говорил, что когда тебе придется, во-первых, все равно хочешь не хочешь чем-то зарабатывать. Нужно какую-то, чем-то руками тебе придется зарабатывать, что-то найти в себе. И что действительно, я поделился просто этим опытом, что конечно, если ты какое-то свое хобби превратишь в работу, ну ты просто похоронишь это свое удовольствие. потому что все, что мы как бы превращаем в палку, это палка по сути работа, это может потом тебя от этого затошнить. Поэтому приобрети там несколько профессий каких-то. Можешь и танцевать, что-то руками научишь делать. Это тебе всегда пригодится. Ты можешь и там, и там. Одно можешь так и оставить хобби, другое так. Ты можешь полдня там работать, полдня там. Ты можешь полдня быть, если хочется быть учителем, быть учителем, а полдня ходить танцевать, там можешь свою школу там открыть танцевальную. И все, я бы лишь разговаривал со своим ребенком и помог бы ему вот найти себя. Вот и все. Без палки и без вот этого вот понуждения и без вот этой вот системы. Я бы растил своего ребенка вне системы вообще. И мне не нужны были, знаете, тоже вот сколько я об этом слышал. Ой, там надо создать общину, какие-то вот супершколы для своих детей. Опять все. Возвращаемся к тому, о чем я вначале говорил. Все будет опять общее. Все будут одинаковые. Да и все это чепуха. Ты вот один в этой жизни. Сейчас, в современном мире, я говорю, еще знаете, вот мы не умеем адаптироваться. Уже не важно рассуждать, что там было 50 лет назад. Сегодня. Я размышляю сегодня. Если бы у меня сегодня были дети, я бы дал бы им полную свободу познавать себя, найти себя и реализовать себя. Я бы старался подталкивать его единственное чему-то, раскрывать что-то, показывать, давать возможности, формировать эти возможности. Вот и все. Вместе с ним что-то, куда-то с ним сходить, если ему за ручку где-то взять. Он может бояться, может быть не уверен в себе. Где-то показать, где-то помочь. Вот что мы должны делать. А вот эта вот вся чепуха, вся эта дрянь, вот с этими вот всеми палочными образованиями, ничего она вообще не даст. Да, если его будет тянуть в какую-то высшую, может он родится каким-то вот суперумом, ему нужен будет этот великий физик. И то я скажу, въезжай к этому великому физику, поговори с ним. Да. Ну да, тебе нужна физика. Хорошо, давай тебе наймем лучших физиков через интернет. Ты будешь с ними общаться. Зачем тебе вообще эта школа? У нас парень был в нашем классе, я об этом как-то в роликах говорился, он в ВГУ, в Воронежской государственной системе, поступил, его забрали с 9-го, по-моему, или с 10-го класса. Без экзамена, без ничего. У него там какой-то талант открылся, тоже на ПММ его взяли на программирование. Вот. Он такой был забитый немножко, его пытались обижать, но он правда задачи мог давать. Он такой вроде ботан, но он мог тоже сунуть. Вот. У него просто может что-то с головой было, ну как у всех гениев, как говорят, он был немножко не от мира сего. Его в ВГУ, в 10-м классе взяли на первый курс, или на второй даже, без вступительных экзаменов. Я не знаю, он, наверное, где-то там участвовал, я ничего о нем, так как мы не общались, я был из другого теста, так скажем. Он, наверное, куда-то ходил, наверное, какие-то олимпиады, наверное, какую-то там, с суперзолотом взял. Короче, его взяли на второй курс университета, с 10-го класса, без вступительных экзаменов. Вот так, по-моему, его судьба сложилась. То есть, он там оказался каким-то уникумом. Вот и все. Зачем ему вся эта сраная школа? Она ему даром не нужна была. По сути-то, да? Вот. Так что вот так вот. Вот такой вам ответ на все это. Ладно. Час поговорили об образовании. Слушайте, давайте мы, наверное, чтобы вы не сильно уставали, я тоже передохну немножко. Давайте мы с вами на этом закончим. Тогда я просто семья, вот это образование, воспитание разделю на два ролика. И следующий у нас будет именно уже по воспитанию души. Что надо, что надо главное дать душе человека. Давайте мы с вами об этом поговорим в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok